Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обрушившийся на Самару за последние сутки снегопад создал немало хлопот пешеходам и автомобилистам. Плохая видимость, шквалистый ветер и оранжевый уровень опасности, объявленный МЧС 17 января, стали причинами заторов на дорогах. Всего за 2,5 недели января в Самаре выпало около 67 мм осадков. Ветер привел к неравномерному покрытию дорог. Отдельные участки уличнодорожной сети оказались полностью занесены. За сутки на уборку вышли 567 единиц техники, 3404 уборщика, включая дворников. Вывезено 5770 тонн снега. Работа по расчистке дорог проводится как ночью, так и в дневное время. Если в ночное время основной работала техника по разгребанию очистки проезжих частей, то в день основная была задача и работа предприятия – это очистка тротуаров. А именно, не только механизированная, но и ручная. Потому что в районе перекрестков, учитывая направление ветра, как минимум две стороны было заметено полностью. То есть основная задача была расчистка пешеходных переходов, подходов к ним. Учитывая, что этот объем достаточно большой, у нас на очной дорожной сети более полутора тысяч пешеходных переходов, то практически весь день все силы задействованы на уборке дорог. По информации профильного ведомства, к настоящему времени в промежутке между снегопадами основные пешеходные дороги расчищены. Работа по уборке снега продолжится. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал распространенные в интернете сообщения о готовящихся атаках на самарские школы. Накануне такая информация была массово разослана по родительским чатам. Как отметил глава региона, самарская область не в первый раз подвергается различным атакам, инициированным из-за рубежа, в том числе в информационном поле. Цель распространения таких пугающих сообщений – посеять панику, вызвать в людях страх, подчеркнул Дмитрий Азаров. По его словам, правоохранительные органы установили, что распространяемые в сети сообщения, как и подобные ему, направляется с территории иностранных государств. Только за прошлый год заявления о якобы минировании объектов образования и тому подобных на территории региона было зафиксировано более тысячи. И самарская область не единственная. Губернатор напомнил, что каждый такой сигнал проверяют силовые ведомства. Ситуация взята на особый контроль. Информация доведена до всех учреждений образования области. Родителям необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на вражеские провокации, подчеркнул глава региона. В Министерстве образования и науки Самарской области подтвердили, что подобные провокационные сообщения были и в других российских регионах. Однако повода для волнений нет. Все необходимые меры безопасности обеспечены в полном объеме. Школы Самарской области работают в штатном режиме, заверили в ведомстве. Федеральный проект формирования комфортной городской среды продлят, а также увеличит его финансирование на 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По его словам, благодаря работе руководителей муниципалитетов, результаты федерального проекта точно есть и удалось главное – включить в процесс людей. Более 14 миллионов человек по всей стране приняли участие в совместной работе. В Самарской области благодаря проекту формирования комфортной городской среды с 2019 года по 2023 благоустроили 790 общественных пространств и 1586 дворов. Самара принимает активное участие. До 22 января администрация города проводит первый этап отбора общественных территорий, которые примут участие в голосовании для включения в план благоустройства в 2025 году. По мнению президента страны, именно в этом ценность проекта ФКДС. Он позволяет органам власти слышать мнение людей. Сегодня день памяти знаменитого хирурга, заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Самары Владимира Середавина. 21 год назад он ушел из жизни. Сегодня его вспоминали коллеги и близкие. В холле лечебного учреждения они провели памятную встречу. Подробнее в нашем сюжете. Хирург, проводивший операции до самой смерти, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин Самары Владимир Середавин возглавлял областную больницу Калинина с 1975 по 2002 года. Он ушел из жизни 21 год назад. Сейчас медицинское учреждение носит его имя. Сегодня в день памяти Владимира Диамидовича его вспоминали коллеги и близкие. Он знал всех врачей. Он принимал на работу каждого сотрудника. Он отличался тем, что он летал. То есть никто не мог угадать, куда он пойдет. То есть днем, вечером, ночью. То есть он мог приехать в любое время, там, в выходные дни, посмотреть, как функционирует больница. Этим он отличался, потому что у него вот этот вот большой огонь, который горел, он, наверное, не давал покоя никому. Очень много, поэтому ему благодарны. Вот именно за его отношение к людям, за их понимание. Хотя человек в многих отношениях был очень жесткий. Именно жесткий характер позволил Владимиру Диамидовичу построить новые корпуса областной больницы, сформировать коллектив профессионалов. 35 лет назад было принято решение перевести отделение по оказанию помощи больным с острыми отравлениями из больницы Пирогова в областную. Коллектив воспринял перспективы в штыки. Убедить врачей, что перемены к лучшему, приехал Середавин. А вы нам подходите, он нам сказал. Поедете, не пожалеете. Человек такого уровня, который приехал знакомиться в двух словах, объяснил нам, что правильно в этой жизни, вот это запомнилось мне навсегда. И мы не ошиблись. Он создал такой коллектив сотрудников, которые вот сейчас, вспоминая его, и вспоминая тех учителей, тех врачей, которые он собрал около себя, мы понимаем, насколько он был уникальный человек, насколько он был глыба такая, и создал не только сейчас уже специализированную службу, а вообще медицинскую помощь Самарской области. Родные говорят, несмотря на то, что Владимир Середавин всегда много работал, находил время на общение с семьей. Могу сказать, что дед – это всегда был человек-праздник. Всегда, когда он приходил, и когда мы были вместе, это было что-то интересное. Мы обязательно что-то мастерили, или занимались какими-то играми, причем совершенно не детскими, но для меня это всегда было очень интересно. Папа был очень внимательным папой. Несмотря на то, что огромное количество времени он проводил на работе, это действительно его детище, это его сердце, но то количество времени, которое он находился дома, его вполне хватало для того, чтобы мы ощущали его заботу. В 1997 году областная больница получила приз «Золотая пальма». Было отмечено знаком отличия «Золотой клише». Большим призом – Гран-при. Является одним из трех медицинских учреждений России, где есть центр по пересадке костного мозга, спасший жизни тысяч людей. Здесь есть отделение эндоскопической хирургии, где успешно проводятся бескровные операции. Виктория Шары, Константин Головин. События. В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. По традиции, многие стараются окунуться в ледяную прорубь. Люди верят, в это время вода становится целебной. Как к этому подготовиться и кому лучше отказаться от экстремальной процедуры? Ксения Баканова пообщалась с моржами и врачом-кардиологом. Стук молотка, шум бензопилы. Коммунальные службы ведут активную работу по оборудованию официальной купели. Ну а самарских моржей даже это не останавливает. Медом не корми, лишь бы искупаться. Ольга Брусянцева занимается моржеванием всего год. Женщина говорит, все страхи у людей в голове. В этом деле главное – душевный настрой. При погружении важно расслабиться, по-настоящему наслаждаться процессом и контролировать дыхание. А самый кайф наступает, когда выходишь из ледяной воды. Тепло, становится еще теплее, кровь разгоняется. Радость жизни, что самое главное – счастье. И резервы все внутренние запущены в новый день. С радостью, с любовью в сердце и с благодарностью. 28 лет. Именно столько ныряет в прорубь Елена Брагина. Верит, процедура оказывает положительное влияние на здоровье. После купаний она еще ни разу не простывала. На морозе тело приятно покалывает, чувствуется прилив бодрости и даже некоторое просветление. Перед тем, как приступить к процедуре, Елена всегда настраивается. Потянуть в воздух эту атмосферу, пропустить через себя, подышать, пожелать здоровья себе, своим родным и близким, и всем людям, живущим на земле. После купаний моржи спешат погреться. На полевом спуске для них оборудовано специальное помещение. Здесь есть все для удобства – лавочки и комфортные места для переодевания. Однако медики предупреждают – погружаться в холодную воду можно только тем, кто абсолютно здоров. Людям старше 75 лет, детям и беременным женщинам от процедуры лучше отказаться. Ни в коем случае нельзя. Это температура очень больным, которые только что перенесли какие-то вирусы, заболевания. Больным с ишемической болезнью сердца, после инфаркта миокарда, с гипертонической болезнью. Находиться в холодной воде можно не дольше 16 секунд. При этом желательно готовиться к погружению за 2-3 недели, чтобы для организма процедура не стала серьезным стрессом. Принимайте контрастный душ или делайте ванночки для ног, только без фанатизма. Что вы тут делаете? Загаляемся! Также до и после купаний нужно отказаться от приема алкоголя и заранее подкрепиться. Тогда у организма будут силы и энергия. Не пренебрегайте советами врачей и будьте здоровы. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 70 купелей, 25 на водоемах и 45 при храмах. Также для жителей региона обустроят 75 пунктов обогрева. В преддверии праздника наши корреспонденты спросили у самарцев, планируют ли они окунаться в холодную воду в Крещенскую ночь. В прорубь я каждый утро ныряю. Я холодной водой обливаюсь. Постоянно, каждое утро. Поэтому для меня в прорубь проблемы нет. Пару раз я в прорубь ныряла. Первый мой раз пришел на то, что было минус 28. Да. И я была вместе с подругой. Она до последнего спрашивала, ты точно туда полезешь? Вот. Ну, это, правда, интересный опыт. Потом на следующий год я это повторила. Купались. Очень бодрит. Вот. Больше, наверное, поделиться нечем. Один раз было ради интереса, да. А больше нет. Пока желания повторить нет. Очень холодно. Когда залазишь в прорубь, очень холодно. Ощущение есть, что вода очень холодная, но можно. Интересно было попробовать. В прорубь и не купаемся. В прорубь и не купаемся. Боимся заболеть. У меня только подруга будет. У меня тоже нет. Знакомая только. Мужчины. Знаете, как бы приходил, видел, как купаются другие люди, и даже смотреть холодно. Желания не было, потому что я очень мерзлявая. Боюсь очень холода. Поэтому как-то на Крещение нет. В прорубь и не ныряем. Ну, купались раньше, сейчас пока нет. Пока так вот времени не хватает. Ну, я купался в Крещение, да. Классное ощущение. Особенно если оборудованы комнаты, то вообще супер. Ну, в прорубь, правда, хочу нырнуть когда-нибудь. Просто пока не доводилось. Далее коротко о других темах дня. В Госдуме предложили расширить перечень преступлений для лишения гражданства. Такой проект закона внесен в Нижнюю палату парламента. В список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от воинской службы и несоблюдение закона об иноагентах. Центробанк получит право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов с 1 июля. Это следует из текста закона проекта, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Цель закона проекта – дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. В Самарском аэропорту Курумыч 16 января приняли несколько рейсов, следовавших в Казань. Вынужденную посадку самолета совершили из-за плохих погодных условий в пункте назначения, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров. Часть самолетов, летевших в Казань, направили также в аэропорты Екатеринбурга и Уфы. В России серьезно выросла заболеваемость как клюшем. Если за весь 2022 год было выявлено 3100 случаев, то за 10 месяцев 2023 года почти в 9 раз больше – 27800. Коклюш – это инфекционное заболевание, которое проявляется сильными приступами спазматического кашля. Симптомы держатся 3-4 месяца. Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников. В Самарской области в ноябре прошлого года было зафиксировано 208 случаев заболевания, тогда как год назад за этот же период был выявлен только один заболевший. В России начали снижаться цены на куриные яйца. Сейчас уже во многих магазинах можно найти товары стоимостью ниже 100 рублей. Ранее цены на яйца начали увеличиваться, несмотря на то, что производство не сокращалось. Теперь цены у отечественных производителей стали постепенно стабилизироваться. Также в магазинах начинает появляться импортный товар. Не только космическая столица, но и родина самоваров. Самарский коллекционер Александр Федорцов собирает самовары, среди которых есть и два с самарскими клеймами. Как появилось необычное хобби и много ли уникальных экземпляров удалось собрать в нашем сюжете. Он сделан по заказу фирмы Мюр Эмирелис. Известные, посмотрите, каталоги Мюр Эмирелис. То есть это магазин «Сум» в Москве. Вспоминаем собачье сердце. Возьми 50 копеек и езжай к Мюру, купи шарику хороший ошейник. То есть Мюр Эмирелис, они заказывали также для себя продукцию и ставили на нее дополнительные клеймы. Сколько самоваров, насчитывая частная коллекция Александра Федорцова, он и сам не знает. Давно сбился со счета. Предполагает, что около 70. Среди них и два самарских. С одного из которых и началось увлечение Александра самоварами. На клейме выбито самоварные склады наследников Злобиной в Самаре. Мы знаем, что Самара космическая есть. У нас Самара второй ты, Самара запасная столица была у нас. И Самара купеческая, соответственно, еще. Мало кто знает, что Самара тоже имела отношение, так же, как и Тула, к самоварному производству или к самоварным продажам. Самовар этот был выпущен известной тульской фабрикой Берты Густавовны Тейли. То есть это конец 19-го, начало 20-го века. Но по заказу наших самарских складовиков, купцов, ставили дополнительное клеймо на эти самовары. И именно в Самаре достаточно часто попадаются именно такие самовары с такими клеймами. Вопреки общепринятому мнению, родина самоваров не Тула. Впервые их стали производить на Урале, на заводах купцов Демидовых, поскольку именно там добывалась медная руда. Помимо меди, самовары производили из латуни и сплава этих двух металлов – тампака. Он более крепкий и имеет розовый оттенок. Тула перехватила эстафету, потому что Тула, мы знаем, столица оружейников, но оружие было востребовано тогда, когда были войны. А тогда, когда войн не было, оружия не было, то есть Тула начинала производить разные предметы быта, тазы какие-то, чайники. И освоить производство самоваров для них было несложно. Тула очень качественные, и такие производители, там, как Воронцов, Тейли, да, мы с вами говорим, Назар Лисицын, это Урал, если вспомнить, то есть оттуда он пошел. И здесь, естественно, ну вот они представлены все. Александр признается, сейчас рынок наводняет все больше подделок. Предприимчивые умельцы переделывают формы самоваров, ставят клей, мы увеличивая их стоимость. Но фальсификация самоваров была всегда. Особенно славились самовары, которые производил Василий Степанович Баташов. Его семья выпускала их более ста лет. То есть вот Баташовы еще были братиши Марины, которых подделали. Они составляли петицию царю Николаю II тогда, да, чтобы он, ну, предпринял какие-то меры. Штрафовали их, отбирали эти самовары. Ну, они приняли такую, нашли хитрую уловку. То есть, как бы, фамилия Баташов тоже была достаточно распространенная, да. Находили какого-нибудь бедного крестьянина, платили ему там какую-то сумму для того, чтобы его фамилия использовалась как бы вот на самоварах. Каждый экземпляр в коллекции Александра Уникалина имеет свою историю. Это один из старейших баташовских самоваров. То есть вот эта вот ваза, так называемая, гранная, да. Это родоначальники Баташовых. То есть это Николай Иванович сам Баташов. То есть это где-то вот середина 19 века. Так, дальше мы видим Дуля. Дуля фабрика тоже у нас Баташова, да, но уже так называемый Котарев Баташов. То есть это ученик Баташова. Есть самовары, рассчитанные на 12 литров. Их и пустыми-то поднять непросто. А есть вот такие малыши. Этот называется эгоист для распития чая в одиночестве. Видите, вот эта шея, самовар называется, у него вот двухподдувальный он называется. Да, то есть вот здесь вот как бы поддувало для чего нужно? Для того, чтобы шла тяга в печку, да. И вот этот двухподдувальный самовар, это так называемый азиатский. То есть они выпускались для южных регионов, для Средней Азии. Каждый фабрикант вместе с самоваром выпускал свой прескурант. В нем были обозначены названия формы, вес, внутренняя составляющая, какой колосник, чугунный или медный, и цена. Но в народе этот вид посуды получил свои названия. То, что было в прескуранте, оно не всегда соответствовало тому, как народ, да, какое название давал наш русский народ. У нас же метки, как говорится, данный язычок. Шар, арбуз, там, база гранями, там, банка, яйцо гранное, да, то есть там ферз, например. Одна форма у меня есть одного самовара, который я как бы ни в одном каталоге пока не встречал. Вот я, он похож вот на такие пчелиные соты, поэтому я его назвал таким сотовым, да, достаточно редкой формы. Рядом вот есть рюмка, которая называется карточная, да, или буби-черви. То есть выкладка вот на гранях этого самовара, она как раз повторяет собой вот эти вот известные карточные символы. Позволить купить себе самовар мог далеко не каждый. Продавались они по весу. Банка, самый недорогой вид самовара, стоила 24 рубля за пут. Пут равен 16 килограммам, значит, один килограмм стоил полтора рубля. А самовар порядка 8-10 рублей. В то время как зарплата рабочего была 20 рублей. То есть самый скромный самовар стоил половину месячного дохода рабочего. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. Большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму. Это выяснили эксперты Яндекс.Путешествий, проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января. Более 87% пользователей выбирали поездки по России. Если бронировали заграничные туры, то предпочитали страны с более мягким климатом. В списке лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей – 5300 рублей. Тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9900 рублей. Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий с горизонтом планирования в несколько дней. Доля таких поездок на Новый год в страны ближнего зарубежья выросла на 92%, а в страны дальнего зарубежья – на 14%. Многие люди легче принимают решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они находятся уже в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских каникул, могли стать специальные новогодние предложения и акции. А значит, доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях. В рейтинге самых популярных округов для спонтанных поездок лидирует Дальневосточный. Туда отправилось 45% пользователей сервиса. Далее Сибирский, Уральский, на четвертой строчке Приволожский. А замыкает пятерку лидеров Северо-Западный и Федеральный округ. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Дорожная обстановка об обязательном соблюдении правил дорожного движения, в частности, требований дорожных знаков о запрете остановки и стоянки. Автолюбителям следует заранее продумать места остановки и стоянки транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега с городских улиц и с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Они направлены исключительно на качественную уборку улиц и, как следствие, на обеспечение безопасности дорожного движения, информирует городской департамент транспорта. Руководитель управления информацией и аналитики мэрии Самары Елена Рожкова поздравила в своем телеграм-канале начальника отдела молодежной политики администрации городского округа Самара Екатерину Щенину с победой в номинации «Опыт наставника «Успех молодых» Всероссийской муниципальной премии служения». В этой номинации отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы. Награждение прошло в Москве в рамках первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». На цифровой платформе msp.rf заработал новый сервис «Продажи» на маркетплейсах и в соцсетях. Он поможет предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Пишет в своем телеграм-канале Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Условия для развития сегмента бизнеса создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Новый сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах. В Самарской области с действующими мерами поддержки можно ознакомиться также на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона. Телеграм-канал Кировского района рассказывает о пользе физической активности. Спорт делает человека сильнее, выносливее и здоровее, снижает риск развития заболеваний. Для получения существенной пользы для здоровья взрослые люди должны заниматься умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю или интенсивной физической активностью 75 минут в неделю. Продолжительность одного занятия должна быть не менее 10 минут, и сами занятия желательно равномерно распределять в течение недели. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова